Всем привет! Сегодня мы рассмотрим свеженький, горяченький, с пылу, с жару моноблок от Sunwind, а именно Motion AIO23i с процессором Intel i5 8-го поколения. В комплекте идет внешний блок питания на 65 Вт, набор для монтажа подставки и второго накопителя, включая отвертку, беспроводной комплект из клавиатуры и мышки, ну и конечно же сам моноблок. Еще в комплекте идет небольшая инструкция, рекомендую ознакомиться, наверняка найдете в ней что-то полезное для себя. Для сборки требуется лишь зафиксировать подставку с помощью одного винтика. Отвертка идет в комплекте, так что вам даже инструмент никакой не нужен. Прикручиваем подставку-галку и все, моноблок готов к работе. По современным меркам это компактная модель, всего 24 дюйма по диагонали, зато тут тонкие рамки и VA-матрица с Full HD разрешением, правда яркость всего 220 кандел на метр квадратный. С точки зрения железа моноблоки условно можно разделить на два вида. В первых используется более десктопное железо, там в большинстве случаев даже процессор можно поменять, естественно производительность там выше, тепловыделение выше, размеры больше и блок питания более мощный. Во-вторых используется комплектующий от ноутбуков и нетбуков, соответственно производительность ниже, возможность для апгрейда чуть меньше, там процессор уже не поменяешь в большинстве случаев, но зато требуется меньше питания, меньше потребления, меньше размера на столе. И вы только посмотрите на эту модель, посмотрите насколько она компактная, то есть грубо говоря от современного монитора отличий практически никаких нет, особенно если говорим про монитор со встроенным блоком питания. Понятно, что здесь блок питания внешний, но по размерам, вы только посмотрите, на столе практически ничего не занимает, все железо удалось уместить вот в этот маленький выступ, который есть практически на всех мониторах. И если в случае с обычным компьютером вам еще надо где-то разместить системный блок, да эту коробку вычислительную, то в данном случае вы просто ставите моноблок на стол, подключаете к нему мышку-клавиатуру и все, он ничего не занимает на столе и при этом можно работать. Порты и разъемы вполне очевидно вынесены назад. Тут есть 4 USB разъема, 2 из которых 3.0, порт Ethernet, HDMI выход для подключения второго монитора, пара аудио портов и еще один USB порт и слот для карточки, которые расположены очень неудобно на мой взгляд. Лично меня расстраивает, что тут нет веса крепления, зато есть отсек для установки второго накопителя формата 2,5 дюйма. Опять же, все необходимое для его установки идет в комплекте. Ну и конечно из регулировок есть только настройка угла наклона, а из кнопок только кнопка включения и перезагрузки. Вот и все. Теперь подробнее о железе. Процессор Intel Core i5 8-го поколения с индексом U, а именно 8279U. Это мобильный процессор с пониженным потреблением и напряжением. 4 ядра, 8 потоков. В целом показывает себя хорошо, но конечно не что с современным дестопным Intel 12-го и 13-го поколения. Графика Intel Iris Plus Graphics 655. Опять же, не ждите супер высокой производительности в играх. Но во что-то на низких настройках и при HD-разрешении поиграть можно будет. Но это явно не игровой моноблок. Памяти 8 гигабайт DDR4. Как я понял, одной планкой формата SODIMM с возможностью замены на более емкую объемом вплоть до 32 гигабайт. Накопитель SSD формата M.2 на 512 гигабайт, но к сожалению с интерфейсом SATA. Было бы круто увидеть NVMe, даже если бы он был не самый быстрый. С другой стороны, тут и SSD за глаза. Но если вдруг не хватит места, без проблем ставим обычный SSD на 2,5 дюйма вторым накопителем хоть на терабайт и наслаждаемся. Плюс есть двухдиапазонный модуль Wi-Fi и Bluetooth версии 4.2. Ну и есть веб-камера на 2 мегапикселя. Она установлена под экраном, что на мой взгляд не самое лучшее решение. Плюс встроенные микрофонные стереодинамики, не самые громкие, но посмотреть фильм в тишине можно. То есть в целом это моноблок с более чем достаточной производительностью для офисных и мультимедийных задач. Да, он не годится для тяжелых 3D игр, но если снизить настройки и разрешения, то во что-то поиграть все же получится. С точки зрения уровня шума все вполне стандартно для ноутбуков и подобных устройств, подобных моноблоков. В режиме простоя, при небольшой нагрузке, например, при воспроизведении фильмов, система охлаждения работает в бесшумном режиме. Там вентилятор, наверное, вообще отключается, его вообще ничего никак не слышно. Но периодически, естественно, вентилятор включается для того, чтобы охладить компоненты. В простое температура может доходить до 60-65 градусов, ничего смертельного в этом нет. Но когда идет какая-то нагрузка, например, при закачке обновлений, прям компьютер чувствовал, что трудился, система охлаждения работала. И, естественно, в таком режиме уже кулер слышно. Но шум не сказать, что прям какой-то сильно раздражающий. Обычное нормальное щебетание кулера. То есть, все вполне обычно. В режиме простой имеем практически бесшумную рабочую машинку. Ну, а при нагрузке и тем более там в играх или подобных ресурсоемких задачах, естественно, кулер все-таки будет слышно. Но он раздражать особо не будет. Ну и самая интересная цена. За подобную конфигурацию на данный момент просят в районе 48 тысяч рублей. На первый взгляд кажется, что это как бы недешево. Но если быть реалистом, то из 48 тысяч, во-первых, вычитаем стоимость монитора там в районе 80 тысяч. Остается около 40. За 40, да, можно собрать более мощный обычный десктоп. Но при этом надо понимать, что, во-первых, это все же моноблок. Это совсем другой класс, более компактное устройство. Во-вторых, если собирать на новых комплектующих компьютер за 40 тысяч рублей, я не скажу, что он будет на три головы выше, на три головы производительнее. Все равно для офисных задач будет, грубо говоря, плюс-минус то же самое. Да, будет мощнее, но не могу сказать, что прям принципиально. В любом случае, игровой компьютер на новых комплектующих за эти деньги вы все равно не соберете. Но, опять же, смысла в таком сравнении нет, потому что это моноблок, и сравнить его с обычным десктопом смысла особо-то не имеет. Что касается конкретно данной модели, то мне лично понравилось то, что здесь очень неплохое железо. Для офисных и мультимедийных задач производительности будет просто за глаза. Во-вторых, все же есть возможность апгрейда. Можно оперативку до 32 гигабайт расширить, можно поставить второй накопитель. Господи, берете 512 дополнительный или еще терабайт, суете без проблем. Там даже ничего, инструментов-то никаких не нужно, все уже идет в комплекте. Получаете, грубо говоря, 1 терабайт или 1,5 терабайт информации. Куда уже больше для моноблока, я не знаю. То есть, для своих целей машинка на самом деле крайне-крайне интересна. И цена, на мой личный взгляд, прям соответствует действительности, соответствует ожиданиям. У Sunwind вообще есть три модели моноблоков. У каждой из этих моделей есть несколько вариантов оснащения, несколько вариантов процессора. Есть варианты подешевле, там даже дешевле 30 тысяч рублей. Но надо понимать, что там производительность будет уже совсем-совсем самая низкая, самая примитивная. Грубо говоря, как современный нетбук. А вот подобная машинка за 48 тысяч рублей, на мой личный взгляд, очень неплохое решение. Но это было мое мнение. Своё мнение вы можете писать в комментариях. Не забывайте ставить видео лайком, дизлайком. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, если хотите одними из первых узнать о выходе нового видео. Но меня по-прежнему зовут Максим. У меня на этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok